Самым экстремальным участникам дорожного движения показали, чем может обернуться их тяга к адреналину. Сотрудники ГИБДД показали байкерам, как нужно действовать в случаях серьезных аварий. Первое, чем учили обладателей железных коней, это первомедицинской помощи. Как выбрать место массажа? Между подмышками делим пополам, делим пополам вертикально. И вот эта та точка, где нажимать. Послабо же немного, да. Тройндец рюк. Прямо легко, да? Да, да, прям легко. Нужно достаточно быстро делать это для того, чтобы имитировать пульс человека. Сможете? Теперь да. У меня был случай два года назад, когда два товарища на скутере попали в ДТП. Одного, значит, была травма черепа. У второго был открытый перелом коленного сустава. И, собственно говоря, до приезда бригады скорой помощи порядка 20-20 минут. То есть мне пришлось находиться рядом с ними, поддерживать их. Аварии были. Нарушаю иногда, бывает. Зачем? Ну, хочется. В 200 разгонялся. Я сам попадал в аварии. Сломал ногу. Не по своей вине. Средь бела дня. Водитель развернулся через две сплошные. Сбил меня. Не нарушать мотоцикли – это очень сложно, на самом деле. Хоть лекции хочется, не нарушать. Нет. Нарушать так, чтобы никому не мешаться. Стараюсь не нарушать, но, скажем так, в некоторых ситуациях правила дорожного движения относительно мотоциклистов не столь совершенны. Поэтому приходится немного их корректировать. Всего за прошлый год 4,74 ДТП с участием мототранспорта, 37 погибших и более 500 пострадавших. В принципе, динамика позитивная есть, но она вообще наблюдается в целом по области, в том числе и в мото движении. Продолжение следует...